Когда я рассказал вам об Asphalt 9 на своем канале и сказал, что это отличная гонка, заменитель Need for Speed на мобильных платформах однозначно, а также можете поиграть и на своем ПК, нормально с геймпадом, если вдруг вам зашло и продолжить это дело на планшете, в дороге и при этом иметь один общий аккаунт, вы мне сказали, что Asphalt 9 это деградированная донатная помойка, которая относительно 8 части хуже во всем. Моя проблема в том, что я пропустил 8 часть и решил восполнить этот пробел и рассказать вам об этом, что из этого получилось. Как и Asphalt 9, Asphalt 8 под заколовком Airborne доступен абсолютно на всех платформах, в том числе и на ПК. Можно нормально поиграть с геймпадом, что я в принципе и сделал. Прежде чем вы начнете меня слушать, стоит отметить несколько вещей. Во-первых, эта игра вышла аж целых 5 лет назад, то есть в 2013 году, в августе 2013 года. И это аркадная гонка. Претензии делать такие, как в ней плохая физика или в ней в гонке плохо рулится, ну это неправильно. Поэтому продолжаем. Установив эту игру, запустив ее, сразу же я понял, что в начале, как обычно, вам дается вот такое. Все и сразу вас не напрягает донатом, вы играете очень легко, обыгрываете противников очень легко, выигрываете гонки очень легко. Но потом к какому-то времени вы заходите в тупик. Именно с этим я столкнулся в Asphalt 8, чего на самом деле я не видел в Asphalt 9. У меня получилось так, что открыть следующий сезон я не могу, потому что мне не хватает какой-то одной звезды, и чтобы ее открыть, мне приходилось перепроходить некоторые гонки по 10, а некоторые по 15 раз, для того, чтобы перейти в следующий сезон. И при этом магазин на Зойлево мне говорил о том, что я могу купить пару звездочек для того, чтобы пройти дальше. Ну это такое небольшое отступление, но это негативный опыт, скажем так, которого я не наблюдал в девятом асфальте. Возвращаясь к графике, Asphalt 8 действительно выглядит значительно лучше, чем Asphalt 9, несмотря на то, что прошло целых 5 лет. Как будто бы за 5 лет рынок мобильных платформ не изменился. Я запускал это на ПК в максимально возможной графике, запускал это все на iPad и на своем телефоне, Asphalt 8 разительно выглядит лучше, чем девятый Asphalt. Что касается саундтрека, он примерно одинаковый, просто в 2013 году, в игре 2013 года играет то, что было популярно тогда, а в новой игре то, что популярно сейчас. Саундтрек динамичный, очень так не напрягает, скажем так, и не отвлекает от игры, а дополняет, скажем так, геймплей. Физика поведения машин в восьмой части мне значительно понравилась больше, чем в девятой. В девятой уж совсем все упрощенно, если еще включить этот тачплей, когда у тебя машина сама едет по полосе, вообще становится неинтересно играть. Но если его отключаешь, то машина ведет себя как-то не особо понятно. В восьмой же части это очень хороший подражатель Need for Speed Hard Pursuit, последний который ремейк, где у вас машина постоянно двигается в заносе. Но это, конечно, не дотягивает до NFS Carbon, но тем не менее играется вполне себе приятно. Ну и на самом деле Asphalt. Любой восьмой или предыдущей части на мобильных устройствах всегда себя позиционировал как такой некий NFS для портативок. И когда Electronic Arts посигнули на этот рынок со своим Need for Speed Most Wanted, у них ничего не получилось, так как колоссальный опыт геймлофта по оптимизации управления под маленькие устройства дает о себе знать. Поэтому если вы хотите приятно и ненапряжно провести время под хорошую музыку, помимо девятого асфальта, который я вам советовал чуть ранее, вы можете спокойно устанавливать и восьмую часть. Она более приятная в управлении, она лучше выглядит. Но здесь все зависит, конечно, от вашего портативного устройства, потянет ли он эту графику или нет. Но вы можете также запустить на своем среднемощном ПК, если у вас вдруг не тянутся современные гонки и приятно провести время. По геймплею это гибрид всевозможных идей из NFS, из бернаута и прочих аркадных гонок, что делает своего рода такую классическую и в то же время хорошую солянку. В свое время в 2013 году эту игру оценили практически все издания на отлично и я не буду исключением. Обязательно рекомендую к изучению, попробуйте и напишите, что вы об этом думаете. Ну а если вы знаете еще какие-то интересные мобильные игры, то пишите их в комментариях, предлагайте, и я о них расскажу более широкой массе. Так как о мобилках рассказывает очень мало людей.